Итак, сегодня, сегодня последний, ой, не люблю это слово, как у реки, нельзя говорить последний, крайний надо всегда говорить, но тем не менее, один из вот крайних дней в этом году я с вами, Лидия, и сегодняшняя тема, конечно, не моя всегдашняя, так сказать, криминальная, все эти ужастики, старшилки, ну их чтобы их было как можно меньше в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Я, естественно, сегодня в преддверии, в преддверии нового наступающего года, хочу только поздравить вас, всех, всех, кто меня смотрел в этом году, все, кто прислал столь восхитительные отзывы о моих так называемых историях и прочих рассуждений, за что я вам безмерно благодарна, всегда и везде. И поэтому как-то вот я не знаю новый, новый, новый год, пожелания нового счастья, новой какой-то радости или еще чего-то нового. И у меня вот закралась такая мысль, а нужно ли это новое? То есть, насколько ты понял, что тебе еще в этой жизни нужно? Потому что мы вот установили сами себе этот рубеж, так сказать, 31 декабря в ночь вот так. У разных народов, так сказать, Новый год наступает в разное время. И у нас на Руси то же самое было. Несколько по-иному. И поэтому, ну, коль мы себе установили вот такой вот, такой вот рубеж, поэтому, как бы, он всегда нас призывает подумать о том, что уже прошло. Мне думается, что если об этом раздумывать, то надо всегда извлечь просто урок из того, что было. Не зацикливаться ни в коем случае, не останавливаться на тех, как нам казалось, неудачах, неприятностях, болезнях и прочих делах. А просто в свое время еще сразу после случившегося, как мы считаем, несколько не так, как нам хотелось бы, просто извлечь урок. То есть, нужно задавать всегда себе вопрос, зачем? Не почему это случилось со мной, с близкими, а именно вопрос задать такой, А зачем мне это было неспослано? И насколько мы можем извлечь из этого урок, дабы впредь таких неприятностей с нами не происходило. Ну и, естественно, при этом думаем и о будущем сразу. Ну, как всегда, вот с понедельника начинаю новую жизнь, с Нового года начинаю новую жизнь. А что нового мы хотим, что нового мы ожидаем. Думается, что прежде всего нужно оставить с собой все то, что с нами случилось. Потому что мы такие, какие мы есть. Мы не в силах изменить, так сказать, себя. То есть, когда мы родились, нам дарована была эта жизнь. И за это, мне думается, нужно неустанно благодарить высшие силы, либо кого-то, как уж вы там хотите. Но мне думается, что чувство благодарности – это самое главное чувство. Благодарить окружающих, благодарить родителей, любимых, родственников, знакомых, да и просто неизвестных еще людей, которые еще встретятся на своем пути. Потому что зачем-то они тебе будут неспосланы. И мне думается, что вот это вот самое главное чувство – чувство благодарности. Причем оно должно быть ежедневным, ежечасным. Ты встал утром, ты благодарил, что тебе дарован новый день, тебе дарован свет, солнце. Это да любое, все, что ты получил, ты получил просто даром, просто так, ни за что. И от тебя никто ничего не требует взамен, вот то, что тебе дали нам. И еще, мне думается, вот счастье, вот желает нового счастья. А что такое счастье? Оно же моментально, то есть мы вот получили какое-то что-то, что нам очень нравится, испытали при этом чувство радости. Мне так думается, да? И вот это вот чувство радости, мне думается, оно тоже должно быть неприходящим. Мне хочется призвать вас быть как дети. Это еще Иисус Христос завещал. Будьте как дети, то есть радуйтесь, не чему-то особенному, вот такому, а просто радуйтесь и все. Упал, ушибся, заплакал, тут же, значит, перешел к другому, чего-то тебя там увлекло, и ты забыл уже об этом. И мне думается, что вот это вот тоже очень важно, жить, чувствовать как дети, непосредственность, быть самим собой, невзирая на окружающих, на какие-то обстоятельства или на что-то еще. Все зависит от тебя, абсолютно все зависит от тебя, как говорила Дымсова моя, любимая. Каждый человек кузнец своего несчастья. Мы сами себе придумываем все эти несчастья, проблемы и с успехом их преодолеваем, или не преодолеваем. Поэтому я вот хотела в преддверии этого года так называемые лошади, там деревянные, синие и всякое разное. И мы всегда почему-то, да не почему-то, а просто хотим веселья в эту ночь, вот той же радости, какого-то счастья, веселья, веселья. Мне вот вспоминается, мы с семьей обычно встречаем Новый год, то есть это мы с дочерью и моя сестра родная, с мужем и наш племянник, который, правда, не всегда в последнее время присутствует, свои проблемы, свои дела, да, это естественно. И мне вспоминается один из вот этих новых годов, будем так говорить, вот лошади, у нас здесь такой придумщик, придумали, значит, как изобразить вот встречу этого Нового года. Двери просто-напросто взяли швабру, так сказать, на нее как бы уселись и поскакали по коридорам. Все это снималось на фото, было очень забавно, хохотали, да не могу. Казалось бы, незамысловатая такая забава. Или вот еще, чтобы такое придумать, ну просто само собой вот так вот родилось. Я просто надела на себя такой красноватый махровый халат, прицепила, значит, колпачок у нас Деда Морозовский такой, изобразила из себя нечто Деда Мороза. И подарки вручала мне, они обычно не по елке у нас, или где-то там еще в носке, или как у кого заведено. А вот наступил Новый год, и мы поздравляем друг друга и вручаем соответствующие подарки. А здесь, значит, я взяла мешок, тоже красный, сложила туда всякие разные подарки. И каждому, значит, вручая этот подарок, я, ну как это и водится у Деда Мороза, например, с детьми, требовала что-то изобразить взамен. И в частности, мою дочь в обмен на один из подарков, обычно у нас очень многочисленный, я потребовала изобразить танец кан-кан. Было очень забавно. А после этого просто осыпала конфетти и с пожеланиями, вот с этими, с подарками этого человека, изобилие, богатство, достатка и все на свете. То есть это как бы изображение вот такого вот олицетворения, вот осыпание вот этим разноцветным конфетти и прочими делами. Ну вот это один из запомнившихся, так сказать, веселых моментов. И заканчивая все-таки свое, все-таки не могу остановиться никогда, весьма многословно, я прощаюсь с вами в этом году, до встречи через год, он очень быстро этот пройдет, год так называемый. И с пожеланиями вам ежедневной радости, любви, благодарности ко всему, ко всем, а прежде всего и к себе. Продолжение следует...